господин президент спасибо я иду в президенты куда куда я иду куда черт возьми я иду я хочу выбраться отсюда прямо туда туда мой сын не был неудачником он не был лохом это ты лох ты неудачник президент трамп во первых это выдуманная цитата сосунки и неудачники они ее выдумали это было в третье сортном журнале который провалился как и многие из этих журналов он это выдумал уголовные дела которые расследуются в отношении сына президента сша джо байдена хантера уже изучаются в суде если изначально речь шла о возможной сделке со следствием то сегодня сми пишут о возможности серьезного наказания для сына президента все это происходит на фоне судебных дел в отношении экс-президента дональда трампа но на политиках эти обстоятельства сказываются по-разному о скандалах в которых оказались замешанные участники предвыборной гонки и сын действующего президента сша расскажу в этом видео не переключайтесь экс-президент сша дональд трамп может попасть в тюрьму на 4 года жюри присяжных единогласно признали его виновным по всем пунктам обвинения дональд трамп побил еще один рекорд он стал первым в истории президентом сша которого признали виновным совершении преступления он обвиняется в фальсификации финансовых документов незадолго до выборов 2016 года трамп заплатил 130 тысяч долларов порно-звезде stormy дэниелс с которой у них могла быть интимная связь трамп передал деньги своему юристу и фиксеру если по-простому решали и попросил закрыть этот вопрос юрист майкл коэн воспользовался деньгами политика которая бухгалтерии организации trump organization прошли по другой статье расходов что и является нарушением закона штата нью-йорк решение жюри это признание вины но не приговор суда заседание об избрании меры пресечения назначена на 11 июля буквально за несколько дней до национальной конвенции республиканской партии намеченной на 15 18 июля в этот день судья должен решить заслуживает ли экс-президент заключения на срок до четырех лет или получит более мягкое наказание пока же обе стороны могут направлять свои предложения суду для учета особых обстоятельств дела сторона трампа наверняка будет апеллировать к идущей избирательной кампании и к тому что реальный срок помешает выражению воли граждан а самого политика ставить заведомо проигрышное положение преступление трампа относится к категории легких к тому же это первое уголовное правонарушение политика приговор видя четырех лет заключения кажется слишком серьезным но тут все зависит от судьи хуана марчана кстати во время суда он как-то сказал подсудимому мистер трамп последнее чего я хочу отправить вас в тюрьму вы бывший президент соединенных штатов америки и вероятно будущий сейчас у судьи есть два варианта интерпретации вердикта присяжных первый оценить его как масштабное преступление против американского народа попытку повлиять на исход президентских выборов путем сокрытия общественно важной информации второй рассмотреть правонарушение как техническое совершенное для прикрытия другого преступления с минимальным ущербом трампа могут отправить в тюрьму приговорить к штрафу домашнему аресту или соблюдению комендантского часа юристы трампа могут пустить вход еще несколько приемов например потребовать аннулировать процесс из-за отсутствия юридического состава преступления или апеллировать несправедливости судебного разбирательства но шансы что судья прислушается к этим аргументам минимальны тем более что часть из них уже рассматривалась во время суда и была отклонена судьей после приговора суда команда президента может подать апелляцию для этого у нее будет 30 дней если сам процесс может закончиться перед выборами то решение по апелляциям а их может быть несколько на разных уровнях судебной власти вплоть до верховного суда займет от нескольких месяцев до лет проведенные еще до решения присяжных опросы показывали что из-за обвинительного приговора трамп может потерять от 4 до 9 процентов избирателей это не означает что столько же голосов уйдет байдену но доля значительная учитывая что сегодня трамп опережает байдена в среднем на 1 2 процента обвинение может стать серьезным ударом по трампу при этом 67 процентов американцев заявляют что обвинительный приговор суда никак не повлияет на их политический выбор а 76 процентов то же самое говорят об оправдании трампа помимо настроений избирателей для трампа важны и практические проблемы которые возникнут если его отправят в тюрьму прежде всего придется вести кампанию из-за решетки политик уже заявил что это не помешает ему бороться за избирателей а его невестка и сопредседатель республиканской партии лара трамп напомнила о возможных для кандидатов президенты онлайн форматах агитации в 2020 году джо байден прямо из дома дистанционно проводил встречи с избирателями и успешно ввел кампанию среди самых разных социальных групп другой вопрос республиканская национальная конвенция в середине июля трампа должны утвердить официальным кандидатом от партии он уже получил большинство делегатов от штатов а его оппоненты давно вы были из гонки шансы что партия откажется от основного кандидата крайне малы но если партия испугается тюремного срока для трампа то теоретически во время конвенции могут объявить открытые праймерис в них получат право участвовать все выбывшие кандидаты наконец если трамп все же станет президентом находясь в заключении то не сможет себя помиловать помилование распространяется на федеральное преступление но не на уголовные дела на уровне штатов впрочем учитывая что экс-президент до конца жизни находится под государственной охраной он бы мог объявить белый дом местом своего заключения и находиться постоянно там выполняя обязанности президента выборы 2024 года станут самыми конкурентными и жесткими после исторических выборов 2000 года когда верховный суд решал кто станет следующим президентом джордж буш младший или элгор это будет битва антирейтингов двух кандидатов которым придется сражаться за каждый процент голосов в двадцатом году байдену помогла победить расовая коалиция избирателей которая установила рекорды появки среди всех этнических групп в 2020 четвертом году ситуация изменилась антирейтинг байдена выше чем у трампа последний улучшает свое положение среди избирателей разных этнических групп а также не определившихся трамп остается фаворитом и далеко не факт что даже обвинительный приговор суда помешает ему вернуться в белый дом серьезным ударом по бредвыборной кампании джо байдена стало расследование дел в отношении его сына в частности речь идет о деле о владении револьвером кольт кобра 38 период употребления запрещенных препаратов в 2018 году большое жюри суда штате доллар в сентябре прошлого года утвердила предъявленные байдену младшему американской прокуратурой обвинения в трех правонарушениях два связаны с тем что в 2018 году при покупке револьвера он письменной форме соврал что не принимает наркотики а третье с нарушением закона о запрете наркозависимым владеть огнестрельным оружием два пункта предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа а третий 5 лет лишения свободы и таким же штрафом то есть по совокупности обвинений сыну американского лидера может грозить до 25 лет заключения адвокаты хантера байдена утверждали что дело в отношении него политически мотивировано об этом говорил и он сам выступая у конгресса сша в декабре прошлого года сын президента заявил что республиканцы ведут против него и членов его семьи незаконное расследование которое основывается на подтасовках манипуляциях с доказательствами и лжи но федеральный судья делавера отказался прекратить дело отвергнув утверждение о политических целях преследования байдена младшего другое дело против него связано с неуплатой федеральных налогов как сообщает телеканал cnn он задолжал не менее 100 тысяч долларов за 2017 год и не менее 100 тысяч долларов в 2018 году но не выплатил эти суммы установленные сроки в июне прошлого года cnn сообщал что хантер байден пошел на сделку со следствием по данных сми она предполагала что байден младший признает себя виновным неуплате налогов и получит наказание в виде двух лет испытательного срока часть объединений охранение оружия должна была быть убрана из его дела противном случае он может получить 10 лет тюремного заключения по информации the new york times сделка также предполагала что байден не будет употреблять наркотики в течение 24 месяцев и согласиться никогда больше не владеть огнестрельным оружием в итоге стало известно что американская прокуратура не смогла заключить сделку с сыном президента сша более того это не единственный коррупционный скандал в котором может быть замешано семейство байденов газета the washington post еще в марте 22 года писала что организации контролируемые хантером байдена и его дядей предположительно получили около 5 миллионов долларов от китайской энергетической компании при этом издание не нашло доказательств того что джо байден лично извлек выгоду из этого или знал подробности о сделках которые имели место после его ухода с поста вице-президента и до того как он объявил о своих намерениях баллотироваться в президенты в 2020 году так все-таки у кого больше шансов сесть в тюрьму у трампа или у сына байдена если сравнить то больше шансов отправиться за колючую проволоку у хантера байдена потому что его обвинение гораздо серьезнее с другой стороны не стоит забывать что он все-таки является сыном действующего президента сша вполне возможно белый дом сделать так что ему дадут условный строк а трампу как сопернику на выборах наоборот вынесут максимально жесткий приговор в американском общественном сознании растет представление что все обвинения против трампа со стороны менюста и генпрокурора носят сугубо политический характер и направлены на то чтобы вывести его из предвыборной гонки если трамп пойдет на сделку со следствием и уйдет с политической арены все обвинения против него будут прекращены при этом дело раскручивающиеся вокруг байдена по оценке экспертов намного серьезнее так как получение взяток было связано с тем чтобы продвигать интересы тех стран от которых были получены деньги здесь уже может быть ущерб нацбезопасности интересам сша это говорит о серьезных перспективах уголовного преследования